Всем привет! Вы на канале SEO Creek. Меня зовут Николай Шмачков. И меня улитовский Анатолий. И сегодня мы поговорим, чем отличается SMM от SEO. Я расскажу про SMM, Анатолий, про SEO. И мы постараемся рассказать не в целом, а именно ключевые отличия. Кстати, я тоже хочу рассказать про SMM, если мне возможно. Или давай наоборот, почему бы и нет. Ну, могу и то, и другое. То есть, в принципе, подстроимся, окей. Давайте так, я начну. Собственно, что общего в SEO? То есть, в SMM ты скажешь, что общего в SEO. Общего. В первую очередь, общее в SEO – это создание контента. Согласен? Да, контент – это основа всего. Вот. В SEO и в SMM контент безумно важен. И здесь очень маленький нюанс. Мы сразу же говорим отличия. В SEO вы создаете вечно зеленый контент. А в SMM? Ну, в SMM, конечно, важно постоянно. Я бы больше делился все-таки последней информацией. И это контент, потому что в социалках он умирает за пару дней, если не за пару часов, как в Твиттере. Там буквально за 20 минут его уже никто не читает. Если-то, конечно, не Илон Маск написал. Поэтому для социала, конечно, лучше делиться именно последней информацией. Потому что через пару дней никто уже про это знать не будет. Именно так следует помнить, что в каждой соцсети и в SEO действуют разные сроки. YouTube – единственная соцсеть, которая выбивается из этого правила. По одной простой причине – ее купил Google и превратил в поисковый движок. Теперь де-факто YouTube является системой, в которой живет вечно зеленый контент. Одно из моих видео записано было в 2017 году. И оно до сих пор популярно про Google Ads. И это так. На нем уже 138 тысяч просмотров. Это довольно много. Ну, то есть, это пример того, что не всегда это работает по правилам. В SEO же контент очень долгоживущий, очень долгоживущий, может жить годами. Причина заключается в том, что в SEO вы можете обновлять контент, переписывая, дописывая его. Брайан Дин одну и ту же статью дописывает постоянно. Переписывает каждый год. Многие это делают. Мы это делаем. Мы переписываем контент, который морально устаревает, для того, чтобы он оставался свежим и актуальным и соответствовал поисковым запросам. В соцсетях с этим, как говорят, все сложно. Если не ошибаюсь, там вообще толком-то ранжирование работает по своим алгоритмам. Ну, конечно, у каждой поисковой социалки свой алгоритм ранжирования. Но основная цель и основа одинаково. Удержать как можно дольше пользователя в социалке. Поэтому сегодня поисковый трафик SEO это 57% всего трафика, если я не ошибаюсь. А социалки дают всего лишь 5% от общего мирового трафика. Потому что, когда вы оставляете ссылки в социалках, Facebook, LinkedIn, Twitter и какая-либо другая социальная сеть, они начинают пессимизировать этот контент, чтобы пользователь не кликнул и не ушел. Почему? Потому что чем дольше пользователь проводит в социалке, тем больше они зарабатывают. Поэтому здесь бы алгоритм немного другой. У Google основная цель максимально быстро отпустить пользователя на необходимые ресурсы контент. Вот это цель Google. И они ее преследуют. То есть, если человек завел поисковый запрос, он должен в течение 10-20 секунд просто покинуть Google уже с информацией, которую он искал. Социалка, наоборот, должна удержать подольше. Чем больше времени, то есть, обычно они там 30-40 минут в день удерживают на социалке, потому что они банально на этом зарабатывают. То есть, у всех разные алгоритмы ранжирования. Я расскажу свою разницу. Google, как сказал Николай, это вечно зеленый контент. Здесь мы не говорим, конечно, про Google новости. Мы говорим про стандартное SEO. Поэтому, конечно, необходимо создавать максимально классный, супер релевантный контент. Здесь важно не количество, а качество. Лучше создайте мало, но качественного контента. И будете постоянно по нему получать трафик. В социалках все наоборот. Здесь важно постоянство. И качество уходит на второй план. Конечно, качество тоже важно. Но я бы тут поспорил. Потому что качество это субъективный параметр. Кто-то скажет, это некачественный контент. Кто-то скажет, что это качественный. Кому-то это полезно, кому-то это нет. И знаете, что я делаю? Я плюю мнение на хейтеров. И поэтому я всегда, допустим, у себя в LinkedIn постоянно делаю новые посты. Создаю новый контент. И мне все равно, что кому-то это не понравится. Потому что я знаю, что моя аудитория, что им это понравится. И поэтому в социалках важно постоянство. Постите, постите новый контент. Не важно. Выберите какую-то одну социалку. Несколько социалов. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Просто постоянно создавайте новый контент. И здесь не думайте, что это как для Google, необходимо писать эту статью, отредактировать, дизайн и прочее. Потому что здесь важнее постоянство. Вы не можете создавать постоянно много классного контента для социалок. Потому что этот контент умирает буквально там за пару минут, за 20 минут. Он появился в фидах и все, его уже нет. А вы туда затратили кучу времени. И еще один трюк, который я люблю использовать для социалок, это репостить один и тот же контент. К примеру, если я опубликовал пост, он дал мне результаты, я могу точно такой пост с точно таким же текстом репостить его через пару дней. И опять получить кучу просмотров. Потому что уникальность для социалок не играет особой роли. Здесь нет понятия каннибализации. Здесь важнее постоянство. Николай, что это добавить? Вот, по поводу каннибализации. Мы раньше думали, что в ютубе каннибализация тоже не работает. Но с недавних пор я заметил по эксперименту, мы сняли несколько видео с абсолютно одинаковым названием. И ранжируется до сих пор первое. И это натолкнуло меня на одну мысль. Я пообщался с умными людьми, которые называются продажами ютуба. И они мне подсказали, что таки да, с введением поисковых алгоритмов в ютубе и агрегирования недавнего поисковых алгоритмов гугла, в ютубе начали действовать те же правила. Поэтому будьте добры, вы в курсе, что в ютубе нельзя перезаливать ролики, удалять, создавать новые. Он этого не очень любит. Если вы видите, что контент, который вы создавали в прошлом, мусорный, замените в нем название, замените в нем теги, переделайте, раз он мусорный. А с новыми ключами создавайте новое видео. Этот трюк работает. Мне его посоветовали, и я делюсь им с вами. На самом деле, действительно, в соцсетях нет понятия каннибализации. Там важен параметр вовлечения. Вовлечение, напоминаю, это взаимодействие с вашим контентом. Нажатие, лайки, комментирование, репосты. Это учитывается переходы по ссылочкам. В фейсбуке можно прекрасно посмотреть всю развертку, какие бывают виды взаимодействия с вашим контентом. Напоминаю, в SEO все очень банально и просто. У вас есть только переход с поисковой системы на контент, возврат в поисковую систему. Это плохой сигнал, если человек вернулся с вашего сайта обратно. Сразу говорю, это колоссально плохой знак, если он вернулся обратно в поиск, значит, он не удовлетворен результатом. Это время проведения на сайте. Это обычно Google спаливает Chrome, Google спаливает счетчик вашей Google аналитики, который стоит поэтому. Если вы хотите похвастаться хорошим поэдичским фактором, не забудьте поставить эти счетчики. Кстати, знаешь, что Google отрицает, что они изучают параметры Chrome и Google аналитики? Да, они отрицают, но это известный факт. Проверяли многие те, кто занимается черными и серыми сайтами. Они прекрасно знают, что черный сайт, если пользоваться не Chrome, а каким-то другим браузером, не палится, что он черный. И работает в поиске. Стоит тебе поставить на него код Google аналитики, как внезапно он вылетает с индекса. Это мы тоже знаем, про эти трюки мы знаем. Все они видят, все они палят, все за всем они следят. Поэтому очень важное ключевое отличие еще контента SEO от социального заключается в том, что в социальном контенте вам не нужно слишком много уделять непосредственно текстовой оптимизации. Пишите все, что хотите. Главное, чтобы пользователь захотел лайкнуть, скомментировать. Здесь работают все трюки, которые работали в 90-е, 80-е годы в СМИ, когда ваша цель была собрать кучу эмоциональной реакции на написанную публикацию в вашем журнале. Все эти трюки работают в соцсетях и они, собственно, и являются костяком и основой. Ну и, конечно же, срок жизни контента. Анатолий правильно сказал, напоминаю, в Инстаграме это сутки, у сториз это полсуток, условно говоря, в Фейсбуке сториз живет неделю, напоминаем, да, в ТикТоке ролики живут где-то месяц, а в Ютубе ролики могут жить годами. Это все знают, потому что с недавних пор, да, они могут жить годами. Вы можете в подписках видеть ролики, которые 7-месячной давности, если вы на них подписались, просто потому что алгоритм рекомендаций предложил. Возможно, вы его не смотрели. И вот, собственно, алгоритмы рекомендаций у разных соцсетей разные, и вы должны подстраиваться. Не существует универсального метода работы с соцсетями в каждой из них. В каждой есть свои нюансы и трюки. В то время как в SEO все более просто и понятно. Да, сложно, да, нужно ссылками заниматься, но в соцсетях с этим планем нужно действительно под каждую соцсеть подстраиваться. Например, лента ранжирования в том же Фейсбуке работает абсолютно по-своему. Вы можете от своей бизнес-странички создавать контент и не получить никакого вовлечения. Но в закрытой группе, в которой находится такое же количество подписчиков, вы получите вовлечение в десятки раз выше. Действительно, это факт. Или если репост будут постоянно комментировать, то вовлечение будет гораздо выше даже и у бизнес-странички. Вот эти нюансы нужно знать. Если ты не знаешь их, в SMM ты провалишься. Мы специализируемся в большей части на SEO. Анатолий специализируется на соцсети LinkedIn. Другие соцсети мы пока еще не осваивали так детально. Почему? Потому что, чтобы стать в них специалистом, гуру, нужно тратить уйму времени изучать алгоритмы и работать с ними. Если вы хотите, собственно, заниматься SMM, учтите, что каждая соцсеть SMM – это уникальная дисциплина, как TikTok, Instagram, Facebook – это все уникальные сервисы. И просто универсального представителя «я SMM-щик» не существует. Мы еще даже не затронули настройку таргетинга, которая там жизненно необходима в некоторых соцсетях. Если в LinkedIn можно прожить без таргетинга, то в Facebook невозможно. Без таргетинга там вы не выживете вообще. Вы будете мертвы, мертвее некуда, и вас будут видеть только ваши друзья и друзья ваших друзей. И все. Если, конечно, у вас много друзей, то вам повезло. Другим способом, каждая соцсеть уникальна. Если в SEO можно прожить без контекста, в некоторых соцсетях без контекстной рекламы не выжить вообще. Ну, в принципе, это все на сегодня. Спасибо, что смотрели нас, слушали. Подписывайся на наш YouTube-канал. Для тебя это буквально один клик, а для нас это огромная помощь. Слушай наши аудиоподкасты, тоже там подписывайся. И обязательно, пожалуйста, задай множество вопросов. Очень много вопросов. Мы обязательно отдадим на них ответы, экспертные ответы. И ты будешь знать, как необходимо продвигать свои ресурсы. И до новых встреч. Всем пока.